Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC передача «Экономика дня». С вами я, Елена Косолапова. В этом выпуске мы будем обсуждать растущий курс российского рубля. Отмечу, что на Мосбирже курс рубля по отношению к доллару и евро на этой неделе достигал рекордного уровня за несколько лет. А Центральный Банк Азербайджана сегодня впервые с 2018 года установил официальный курс российского рубля на уровне свыше трех геопиков. Подробнее о том, насколько долгосрочным будет этот рост и отразится ли это как-то на ближайших экономических партнерах России, в том числе Азербайджане, я буду говорить с экспертами. У нас в студии Эмин Горибли, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета, доктор философии по экономике. А на видеосвязи с нами находится российский экономист Вячеслав Зайченко. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Спасибо большое, что к нам присоединились. Да, здравствуйте! И господин Зайченко, хочу начать с вас. С чем, на ваш взгляд, связано такое резкое укрепление курса рубля, особенно если принять во внимание тот факт, что прогнозы, в принципе, по экономике России достаточно негативные. Это касается и прогнозов каких-то внешних, международных организаций, так и внутренних. Министерство экономического развития, в принципе, тоже прогнозирует, что в этом году будет падение ВВП. Ну, может быть, там в цифрах разные прогнозы, но, по сути, и те, и другие говорят, что для экономики этот год будет тяжелым. Так почему же рубль укрепляется? Это вот те меры поддержки, которые были предприняты, они настолько хорошо подействовали? Я понял. У вас в вопросе сразу получается два подвопроса. Значит, первое, почему укрепляется рубль? Рубль укрепляется по законам экономики в силу того, что в Российской Федерации растет положительная торговая сальдо от большого экспорта, но при этом отсутствует импорт. Та валютная выручка, которая накапливается, она и укрепляет национальную валюту. Здесь как бы ничего хитрого такого особенного нет. Участие и интервенции ЦБ здесь вообще не присутствует, и ее нет. Поэтому рубль укрепляется органически за счет высокого экспорта и отсутствующего импорта. Это как бы первое. Второе. По поводу положительности новости того, что укрепляется рубль и как это хорошо сказывается на экономике. Я считаю, что в данном контексте это пока рано судить о том, что это сказывается положительно. Я не считаю, что в данном случае укрепление рубля, которое сейчас происходит на фонном рынке, это является положительным фактором, потому что при отсутствующем по факту импорте у нас сокращается количество предложений на рынке тех товаров и услуг широкого потребления, которые создают так называемую ценовую общую инфляцию. На фоне этого всего при сильном укреплении рубля за счет экспорта мы сильно привязаны, как в целом российская экономика, сильно привязана, во-первых, от экспортных цен на энергоноситель, и не только на энергоноситель, это не только основной нефть, второй газ, третий, это остальной экспорт, который составляет общую, скажем так, корзину экспорта Российской Федерации, но сильно привязаны на ценовое движение. Любое какое-то достаточно резкое снижение цен на какие-то экспортные большие составляющие, может быть, это будет не газ, может быть, даже это не случится на нефть, но это существенно какие-то другие металлургии и на целый насрез комплекс алюминий и так далее, может уже сказаться первыми факторами снова на ослабление национальной валюты. Поэтому ситуация как бы вот выглядит таким образом. И на фоне этого мы наблюдаем все равно рост цен на товары широкопотребления, на продукты питания и так далее. Как раз-таки вот из-за этих вещей. Господин Горебли, теперь хочу обратиться к вам. А как вы считаете, насколько долгосрочным будет это укрепление? Вот господин Зайченко сказал, что если вдруг упадут цены на какие-то экспортные российские товары, то опять будет падение. Ну, кроме того, наверное, надо вспомнить те меры, которые принимаются для того, чтобы укрепить рубль, то есть с самого начала ограничили продажу валюты населению, обязали экспортеров 80% валютной выручки продавать на внутреннем рынке. Сейчас постепенно эти меры смягчаются. Как вы считаете, вот это смягчение как-то отразится на курсе рубля? Можно ли ожидать, что в результате все-таки рост прекратится и пойдет обратно? Да, вы как правильно отметили. Сегодня что происходит? Сегодня цены на те товары, которые экспортируют Россия, цены на эти товары растут, а вот импорт ограничен. С другой стороны, главной воздействующей на сегодняшний день на повышение курса национальной валюты России являются вот эти меры Центробанка, в частности, продажа выручки. Если сначала обязывали в течение трех дней, то сегодня идет процесс смягчения. Сегодня уже в течение 60 дней могут продавать. Естественно, многие... И уже не 80 процентов. Да, уже не 80. Совершенно верно. На фоне этих событий, естественно, мы наблюдали до этой, так как летом произошло снижение курса национального рубля, увидели, что достиг до 160, до 155. На фоне этих событий вполне вероятно, что даже нефтяные компании не продавали бы валюту, то это сильно повлияло бы на рубль. А сегодня мы все-таки видим, что вот в результате воздействия... И вот как... И такие методы применяли, широко применялись, таких самых, как в Китае и так далее. В принципе, смотрим, что... Хотя сегодня считают, скажем, да, многие экспорты считают Китай такой либеральной экономикой, но эти меры были, и они действовали в нормальном, скажем, в нормальном русле. Теперь, что касается России, насколько это долговечно? Какие факторы могут воздействовать на, скажем, на экспорт России? Именно в результате чего сегодня он укупился? Укупился, опять же, в том, что стабильность конъюнктуры рынка. Если эту конъюнктуру... Скажем, если цена на нефть снизится, то, естественно, мы можем почувствовать это снижение, как повышение курса валюты с другой стороны и может повлиять на экономику в целом. Далее могут быть... Эмбарго может повлиять, если сегодня ограничено... Оно обсуждается. Оно обсуждается. Конечно, это не в ближайшей перспективе, должны найти альтернативные источники. Сегодня, мне кажется, все-таки они ищут эти альтернативные источники. Мы знаем, что идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Иногда говорят об альтернативной иранской нефти. Мы знаем, что это все... В любом случае, если даже это будут приняты меры для того, чтобы, скажем, заменить Россию, а она является одной из, хоть топ-тройку самых крупных экспортеров, нефти нужны как минимум года. Как минимум год, полгода. Даже Генсек Упек говорил о том, что заменить сейчас объемы российской нефти невозможно. О газе вообще, говорит, не следует. Для газа нужно вообще, может быть, даже несколько лет, может быть, даже десятилетия. Поэтому, в частности, я думаю, что сегодняшняя наиболее опасная для экономики России – это снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. А если прогнозировать сегодняшнюю ситуацию, это постпандемический период, все-таки все международные эксперты, все международные организации прогнозируют постепенный рост мировой экономики до середины 2023 года. Если не произойдут какие-то форс-мажинные ситуации, если не произойдут какие-то еще, скажем, следующие стадии, хотя очень маловероятные, скажем, пандемии, коронавируса и других, скажем, болезней. И, естественно, или какой-то финансовый другой, какой-то кризис. Ну, опять же, так как это спрогнозировать нельзя, но в целом я считаю, что для… Мы знаем, что Россия является экспортером сырья, а сегодня сырье во всем мире растет. Мы видим, что продовольственные товары, цена на нефть. Да, и прогнозы, что будут расти и дальше. Да, и так как, опять же, идет восстановление экономики, то основным индикатором состояния экономики, мировой экономики является цена на нефть. Если она растет, то, в принципе, это значит о том, что мировая экономика растет. Но отрицательно то, что мы наблюдаем параллельную, как называем, глобальную инфляцию, растут и цены, что неизбежно. Но это растет во многих странах. Но есть другие структурные проблемы в экономике России. Мы наблюдаем, внутри экономики мы наблюдаем некое замедление. Мы видим, что иностранные компании уходят. Есть очень много потребительских, очень много, скажем, соответствующих товаров, которые сегодня употребляются в России, которых может в определенном уровне не хватать. Но, как говорят российские экспорты, идет такой процесс адаптации под санкции. И даже сам курс рубля сегодня после соответствующих протекционистских мер, он сегодня адаптируется под сегодняшние условия. Интересно, как бы, но все-таки сегодня, конечно же, вот начальный период, когда резко были изменения, все-таки государство должно было принять решение. И сегодня мы видим, что какая-то вот пошла, скажем, процесс адаптации под эти условия. Господин Зайченко, хочу вернуться к вам и спросить вас вот о чем. Вот прежде, чем рубль начал расти, сначала было резкое падение в конце февраля, в начале марта, когда санкции только начали вводиться. И за рублем тогда последовали валюты ряда стран, которые связаны с Россией тесными экономическими отношениями. Это и белорусский рубль упал, казахстанский тенге, узбекский сумм упал, даже ларий грузинский упал. Как вы считаете, вот учитывая то, что сейчас рубль на подъеме, и вроде бы некоторые даже прогнозируют, что будет укрепляться еще больше, значит ли, что в этих странах тоже есть повод радоваться, что их валюты тоже будут укрепляться? Значит, смотрите, первый момент по поводу укрепления рубля. Рубль, нужно понимать, еще раз проговорю, укрепляется синтетически, то есть искусственно, не за счет интервенции ЦБ, а за счет пополнения бюджета с продажи экспорта и отсутствующего импорта. Ту валютную выручку, которую, простыми словами, государство накапливает, некуда тратить, это первое. Соответственно, укрепляться он может так, в кавычках, до бесконечности. Ну, что я имею в виду, до бесконечности? То есть, по сути, поддержка может стать и 6 рублей за доллар. Тут ничего удивительного не будет. Вопрос в другом. Какой будет реальный курс на реальном рынке, так называемом сером рынке, он совершенно другой. Он отличается от биржевого в 2, а то и в 3 раза. Это вот надо понимать, что такое сейчас происходит на рынке. Это называется арбитраж. Когда биржевой курс 1, а реальный банковский курс серого и черного рынка, он другой. Поэтому, повторюсь, думать о том, что если биржевой курс снижается и укрепляется национальная валюта, неважно, России, другого государства, радоваться тут нет предпосылок. То есть, это важный момент. Второй момент. Не нужно забывать, что бюджет каждого государства, будь то Россия или другого государства, заложен по определенному валютному балансу. Торговое соотношение экспорта и импорта. Сейчас этот баланс нарушается. Если мы говорим про экономику России, нужно понимать, что российские энергоносители, нефть, газ, все говорят, там дорожает цена, нефть растет, бренд растет, газ растет. Так вот, вот эта стоимость газа, она сильно на контрактных, продажных реального бизнеса не сказывается, потому что российская нефть ни для кого не секрет продается с большим дисконтом. Соответственно, как и газ. Поэтому вот эти все движения газовые, они на нефтяном рынке, волатильные ценовые росты, они сильно не сказываются на бюджете. Вопрос в том, что если это затянется на долгосрочный период, на снижение цен на нефть, то да, здесь уже угроза ситуации экономики присутствует. Но опять-таки повторюсь, я сомневаюсь, что цены будут такие, что это вызовет угрозу российскому бюджету. Вот третий момент. Для того, чтобы понимать, то есть, что будет дальше с валютой, будет ли оно укрепляться, как там дальше продолжится, и будет ли следующее восстановление, нужно понимать первый момент. Та волатильность, которая возникла в первые дни спецоперации России на Украине, была вызвана исключительно, на мой взгляд, неслаженной работой российского ЦБ. То есть, ЦБ, простыми словами, просто упустил курс, который улетел в освояси и не контролировал его своими инструментами. В частности, и валютные эмиссии, которые на тот момент у ЦБ была в больших объемах. То есть, курс, простыми словами, можно было удержать и на отметке 78. Еще там в 20-х числах февраля месяца. Поэтому вот этот рынок прекрасно это понял, увидел, что ЦБ не справился, что возникла высокая волатильность на спотовом рынке. Да, рубль подскакивала на 121, на фьючерсном на 158. Но это все также прекрасно понимали, была и просто вот такая вот паническая синтетика. То есть, ЦБ не был к этому готов. Сейчас восстановление счета экспорта произошло, и рынок также прекрасно видит, что до тех пор, пока фондовый рынок не откроется в России, а, видимо, он еще, наверное, еще долго не откроется, к сожалению, до тех пор, пока импорт снова не заработает в тех же объемах, а это вряд ли случится в ближайшие пару лет, потому что ушло большое количество иностранных компаний с российского рынка, рубль так быстро просто свои позиции ослабления не займет. Поэтому вот эта модель, которой мы сейчас движемся, нужно смотреть не стоимость валютных курсов, а больше составляющую инфляции, потому что похоже все на то складывается, что при отсутствующем предложении, при укреплении национальной валюты и растущих ценах, больше похоже как бы на ситуацию по гиперинфляции, то есть на голландскую модель так называемую. Вот здесь, да, вот на что нужно смотреть. Я думаю, что государством, которое в зависимости находится от общей конъюнктуры с российской экономикой, на это тоже нужно обращать внимание. И еще важную ремарку хочу сказать по поводу независимых вот этих разговоров, что нужно искать альтернативные источники, их можно найти, Европа заработает, вот там австралийские объемы газа, нефти можно подтянуть. Вот это все просто пустые разговоры. Те экономисты, просто люди из энергетического бизнеса, кто реально занимается реальным бизнесом, прекрасно понимают, что никаких альтернатив российским энергоносителям, нефть, газ, неважно, сухой газ, жирный газ, не существует. От слова совсем их просто нет. Потому что если Европа где-нибудь возьмет хотя бы 10% от мировых запасов нефти или газа, залезет в эти 10%, это повлечет волну экономического зависимости кризиса по всему Тихоокеанскому региону. И ситуация мировая и так напряженная, а еще если дополнительно будет вот такой дефицит мировой, то настоящий кризис еще только начнется. То есть он еще даже не начинал. Даже ковидные вот эти все последствия покажутся цветочками. Поэтому все это прекрасно понимают. Профессионалы даже вслух не проговаривают про то, что есть какая-то альтернатива. А все вот эти разговоры, которые ведутся в Европе, в CNN обсуждают, BBC и так далее, это просто на фоне европейской политической вот этой картины и американской в частности. Для того, чтобы европейские политики и американские политики выиграли выборы. Вот и все. Господин Зайченко, но тем не менее, все-таки если вернуться к тому, насколько курс рубля, независимо от того, естественно он поддерживается, поддерживается искусственно, насколько он влияет на курсы стран-соседей. Потому что нас там тоже смотрят, я думаю, гражданам Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и каких-то других соседних стран. Это интересно, что будет с их валютами. Без иллюзий. Экономика Российской Федерации находится в полном сплетении с экономикой, кто вы перечислили, это Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Мы в полной, Белоруссии, в полной связке. Любое, волатильное движение, ситуация экономического ухудшения с Россией напрямую отразится на этих экономиках. Напрямую. Поэтому говорить про то, что нет зависимости, мы все... Мировая экономика уже давно вся настолько сильно изменилась, она не существует отдельно. Мы все от друг друга зависим. Российская экономика от европейской, европейская от российской, союзные государственные партнеры, в частности от нашей, мы от их экономик зависим. Мы все переплетены. Если мы где-то что-то меняем, какую-то модель, товарообороты, движение энергоносителей, то это моментально сразу будет сказываться, пусть незначительно в некоторых регионах, там сильных экономик, в частности, как у Азербайджана, но с стратегическими последствиями, долгосрочными, все равно они придут просто позже. Поэтому это нужно прекрасно понимать. Поэтому любые какие-то сейчас, с которыми существуют ограничения в отношении российской экономики, они, конечно, пагубно будут сказываться на соседях государства и на тех союзных партнерских, с кем российская экономика взаимодействует. Я бы хотела здесь поговорить подробнее про влияние на Азербайджан. Господин Горибли обратится к вам. В принципе, вот когда рубль падал в начале марта, монат он удержался. Его курс не изменился. Но, тем не менее, Россия один из крупнейших партнеров наших торговых. Дорогой рубль как-то влияет на нас? Ну, в частности, на торговлю наши двусторонние. Как-то может повлиять? Нет, знаете, мы экспортируем в Россию сельскохозяйственную продукцию. И когда он снизился, это было опасно. Если мы продавали сельскохозяйственные товары, то, переводя на рубли, то это было бы невыгодно. Сегодняшнее состояние нас устраивает для экспорта сельскохозяйственных товаров. Мы являемся оба и нашей страны являемся экспортером нефти. Если те страны, Белоруссия и другие страны, они как-то зависят энергетически от России. Сегодня у нас такой сильной зависимости нет. У нас очень большие запасы валюты. Мы видим, что даже в определенные годы, начиная с 2011 года, соседние валюты снижались, а наша показывала стабильность. В принципе, считаю, что у нас как-то в целом нельзя правильно отметить, что да, сегодня мировая экономика по себе, она зависима. Мы живем в глобальной экономике. Эта зависимость, как бы ни отрицали, все-таки зависимость все больше и больше углубляется. И думаю, что все-таки есть негативные стороны. Но с другой стороны, опять же, нужно на все смотреть позитивно. Я считаю, что сегодня Азербайджан и Россия должны сегодня кооперировать. Это может быть, на мой взгляд, может создаться такая ситуация, когда все-таки надо начать принимать соответствующие меры для регионального кооперирования. Мы уже видим по отношению к Турции тоже со стороны Европы и по отношению к нам. Есть двойные стандарты. Считаю, что вот и сама конъюнктура мирового рынка. Мы видим, что все-таки транспортно-логистические затраты стали расти. Мы можем этим воспользоваться. Для этого мы должны консолидировать, мы должны проводить соответствующие совместные проекты. И я считаю, что вот совместные, мы видим, вот такой пример можно привести, экономические, тесные экономические связи между Азербайджаном и Турцией, скажем, и, можно сказать, и Азербайджаном и Россией. И вот из этой критической ситуации мы можем выйти только совместными усилиями. Господин Зайченко, хотелось бы еще с вами обсудить одну новость. Сегодня истек срок лицензии на обслуживание госдолга России в Соединенных Штатах. И они сказали, что продлевать его не будут. Как вы считаете, какое влияние окажет вот это решение? Можно ли ожидать дефолта в результате России? Я понял. Значит, смотрите, все прекрасно понимают, что реального дефолта у России быть не может. Потому что у России есть все возможности для погашения обязательств. Но когда убирают технические рычаги для погашения своих обязательств, то это такая создается исключительно политическая игра. В рамках политической игры, если Россия не сможет по факту погасить свои обязательства, то будет технический дефолт. Но все понимаете, это исключительно техническая ситуация. То есть она фактическая не играет никакой роли. Тут прецедент, который Запад создал, заморозив российские активы ЦБ, показал, что политика и экономика – вещь взаимосвязанная. К сожалению, когда были заблокированы эти денежные средства, то Запад, я считаю, дал прецедент другим государствам о том, что и их корреспондентские счета тоже не защищены. Поэтому вот эти все действия, я считаю, должны быть восприняты объективно. И нужно понимать, что в расчет серьезность брать, если Запад потом даст заключение, что у России технический дефолт, не стоит. Потому что просто не имеет смысла. Когда мы можем заплатить, а нам отключают канал, по которому может осуществляться оплата, я считаю, это все-таки нечестно. А если все-таки это будет сделано, технический дефолт будет объявлен, что это значит для России? Какие-то новые проблемы это создаст? Ну, это создаст дополнительную опять нагрузку на имидж больше, потому что опять-таки все прекрасно понимают, что у России не может быть дефолт. Мы крупная энергоресурсная держава, у которой в отличие от Запада есть что-то, что может стоить денег. У Запада давно нет ничего, что стоит денег, кроме простого доверия к тому же доллару. При модели экономики Соединенных Штатов, отрицательном сальдо я имею в виду и постоянном заимствовании инвестиций. Поэтому я сомневаюсь, что реальный какой-то авторитет и дефолт технический у России возможен в перспективе. Но да, нагрузка на имиджево составляющую, конечно, возникнет. Но опять-таки сейчас посмотрите, как формируется рынок, как азиатский рынок, как Китай на это все реагирует. Все прекрасно понимают, что риск резервов в международных валютах, он существует. Поэтому активно все говорят про то, что должны быть цифровые валюты, которые заблокировать с внешней стороны на господинских счетах было бы нельзя. Иначе получается то самое политический шантаж, политическое манипулирование и принуждение, как в данной ситуации, к техническому дефолту. На примере России. Господин Горибли, а вы как считаете, если все-таки технический дефолт будет объявлен для России, для соседей, в частности для Азербайджана, это будет иметь какой-то эффект? Или это касается только России, нас это никак не касается? Ситуация какова. В принципе, опять же, я считаю, что вы правильно заметили, что есть страны, которые их валюты сразу отреагировали на события в России. Опять же, у нас специфика общая, мы экспортеры нефти, мы львиную долю потребительских товаров, это зерна и так далее, мы получаем от России. Но экспорт зерна, я не думаю, что зависит от дефолта России. И считаю, что все-таки сегодняшнее состояние России, когда ее изолируют и вводят ограничения, я думаю, что опять же, оппонент прав, объявить это и привести к такому состоянию будет очень сложно. Но говорить вообще о невозможности тоже нельзя, потому что мы наблюдаем пример СССР, мы видели, что в течение трех-четырех лет многие российские эксперты заявляли о том, что искусственно были занижены цены на нефть, и это все-таки подействовало на состояние экономики и на состояние, скажем, бывшего СССР. Сейчас тоже есть очень много стран, скажем, возьмем Иран, Венесуэла, которые запасы нефти превышают российские, в принципе, опять же, не в ближайшей перспективе, но, скажем, в ближайшие несколько лет могут наверстать и могут полную мощность. Сейчас Америка уже входит в топ-тройку экспортеров нефти. В принципе, мы видим, что вот эту гонку экспортеров уже к определенному времени начали многие страны. Но, опять же, из-за этого сегодняшнего ситуации, я думаю, что, скажем, серьезных опасений, вот как бы Иран столько лет живет, имеет такие огромные запасы, да, конечно, изолированное общество, конечно, ограниченным от многих, значит, от многих, скажем, экономических связей. Но я боюсь, знаете, в чем? Если в последующем это Россия, в последующем это может стать Китай, я боюсь, что стран, которые объявлены это санкции, станут равны тем, которые не под санкциями. Понимаете, вот эта тенденция, которую сейчас мы наблюдаем, да, вполне, да, есть объективные факторы, почему это вступает. Но я считаю, что сегодня страны должны прийти к консенсусу, и вот такую экономическую войну мы уже давно наблюдаем, да, мы наблюдаем по отношению, начиная уже с 90-х годов по отношению к нашим странам, мы наблюдаем двойные стандарты. Все-таки, я считаю, я все-таки на какое-то благоразумие рассчитываю, что в целом в будущем все-таки это сильно действует и на население многих стран. Как вы отметили, если объявляются какие-то санкции, скажем, про Россию, то нужно знать, что очень много стран бывшего СНГ, которые зависят от этих стран, это население, мирное население. И все-таки нужно принимать соответствующие меры, чтобы не страдала, скажем, сегодня и Китай, и другие, скажем, если в будущем и к каким-то другим странам, то, опять же, этот ареал будет увеличиваться, и это, конечно, негативно, скажется. В целом, опять же, вернемся к дефолту, я считаю, что сегодня, опять же, на самом деле, сегодняшняя конъюнктура говорит о том, что, опять же, по-черкому, что для России, для России, да, на мой взгляд, может, мы такое скептическое отношение, потому что есть очень много рычагов. Я скажу, сегодня посмотреть на рынок, нефтяной рынок, я считаю, что традиционно он был регулируемый, до 70-х годов он был регулируемый, и после 70-х годов, я считаю, что все-таки рычагов для воздействия на этот рынок есть, но видим, что все-таки или сегодняшний процесс восстановления мировой экономики не позволяет, нужны дополнительно большие расходы для, скажем, такой прессингования на Россию. Есть очень много рычагов, поэтому я считаю, что пока они не могут это применить, и вот таких сильных опасений для России на сегодняшний день нет. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня». С вами была я, Елена Косолапова, и сегодня мы обсуждали, чем вызвано заметное укрепление российского рубля, как долго оно может продлиться, и как это отразится на странах, имеющих тесные экономические связи с Россией. На мои вопросы отвечали Эмин Гарибли, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственно-экономического университета, доктор философии по экономике и Вячеслав Зайченко, российский экономист. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на CBC. Субтитры подогнал «Симон»